Работникам премтицзавода Арженко полностью выплачена задолженность по заработной плате. Более того, предприятие, перед которым еще летом значился полуторагодовой долг в 6 миллионов рублей, увеличивает объем производства яичной продукции. О том, какие меры позволили возобновить деятельность предприятия и о его перспективах развития. Сюжет Дмитрия Ерофеева. Сегодня на некогда крупнейшем предприятии области работают 230 человек. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Таким образом удалось достичь перераспределения зарплаты. Теперь труд каждого оплачивается вовремя. Средняя заработная плата 18 тысяч рублей. Несколько дней назад выплачены последние задолженности за сентябрь и октябрь. Трудность была, но у нас насчет продуктов, например, у нас сработал магазин. Работает по сей день магазин. Мы берем продукты, мы, можно так сказать, голодные, мы не сидим. Но то, что, конечно, задолженность, когда была оплата коммунальных услуг, это было с этим очень тяжело. Погасить задолженность позволило существенное увеличение объемов производимой продукции. Если в прошлом году предприятие производило лишь 18 тысяч яиц в сутки, то к концу текущего года эта цифра поднимется до 50 тысяч. Переломный момент в деятельности предприятия наступил в августе этого года с приходом нового генерального директора. Объемы предприятия на сегодняшний день по яичному направлению, наоборот, возросли. Мы высадили сейчас только молотку, которая исполнена на сегодняшний день 140 дней. То есть птица в довольно хорошем состоянии. Выходим на плановые показатели по ее яйценоскости. Вся продукция «Арженки» реализуется в пределах Тамбовской области. В основном это детские сады, школы и частные предприниматели. По словам руководителей, о конкуренции с другими производителями сейчас не может быть и речи. Все производство направлено исключительно на сохранение предприятия. Дмитрий Ерофеев, Сергей Фролов, Олег Щербаков. Область новостей.